Всем привет! Вы на канале Чтобы Выжить, с вами Денис. Ну что, сегодня второй день в Москве. А перед началом ролика хочу вам еще раз посоветовать парк Бесту Парк, который является прямым партнером Яндекс.Такси. Ребята могут предложить вам самые выгодные условия сотрудничества. Покупка целой смены Яндекса, покупка смены парка, процент заказа и фиксированная сумма заказа, неважно какой заказ был на 100 или на 1000, на 2 рублей, у вас будет 4 рубля заказа для регионов. Также хочу обратить ваше внимание, что в парке заработала функция заправки, то есть вы можете заправляться прямо с таксометра. Все ссылочки и подробное описание условий работы будут под роликом, что немаловажно, подключение удаленно, не нужно никуда ехать. По ватсапу можете отослать все документы и удаленно вас подключат к Бесту Парку. Ну как в Москве, я нахожусь сейчас под Москвой, это в ближайшем, где подешевле жилье. Время 7.30, сейчас у меня назначена встреча здесь по поводу взятия авто в аренду. Пока никто не подошел, хотя уже 7.30. Шкоду, наверное, рапид, скорее всего, беру на механике, потому что так сложилось, что прям близко от того места, где я живу. Возьму, попробую, что-то как. Постараюсь вам все показать, не переключайтесь. Сразу предупреждаю, ребят, кто не привыкли, я не матерился никогда в роликах, но очень редко. Так как здесь, в Нижненовгород-то, я могу с одного конца в любой проехать, я хоть не знаю улицу, но я визуально представляю, где и что, и где, и как находится, то здесь, блин, с непривычки, сейчас, наверное, буду сам того не сосновая материться, потому что, блин, честно говоря, непривычно, страшно, как, чего, куда, сразу перестраиваться, в общем, наверное, буду говорить матные слова. В общем, поехали. Пробег 136 тысяч 700 километров. Ребят, вчера только приехал в Москву, ну, как остановился в Подмосковье, в Ближнему. Хотел взять Шкоду, но вот дали Солярис на автомате, Шкода была механика. Все, наверное, знают, что такое Солярис. Пробег 136 тысяч, сейчас, кстати, забью показания в свою программку, где я учитывал бензин на бензине, к сожалению, не на газу. На газу, конечно, было выгодней, но, как говорится, просто так получилось, что вот, можно сказать, случайно нашел этот таксопарк. Все, уже сижу в машине, уже пошла аренда. По поводу аренды все это... Что-то мне тут мигает. Все подробно постараюсь рассказать, какие условия, как что. Время, время у нас без 29. Сейчас прошел фотоконтроль. Вчера отослал фотографию паспорта, фотография прав. Тоже все в таксометре. Пока прилепил все свои прибамбасы. Держание для аэшн-камеры, держатель, телефон. Конечно, не очень здесь немножко панель другая, удобно. Телефон у меня с трудом убирается. Зарядник еще внизу, потому что торчит. Что-то мигает, габариты. Ну, в общем, вот чехлы, путевые листы. Карточка водителя надо еще как-то приклеить на скотч или как. Вот, сейчас пойду попью кофе и начнем работать. Надо отбивать аренду, как говорится. Поеду на заправку, заправлюсь. И начнем немножечко привыкать к Москве. Потому что, еще раз повторюсь, эти нижние. Там, знаешь, во всех уже побывал районах и сколько лет живешь. Ну, хоть улиц-то я там и не знаю. Но визуально я знаю, как-то куда доехать, какими дорогами. То есть здесь, как бы, придется сейчас все заново вспоминать. Все, не переключаемся, смотрим. Не забываем подписываться на канал. Ребята, тысячу набрали. Спасибо вам огромное. Теперь следующий рубеж 10 тысяч. 5 тысяч ставить не будем, но это мелкие показатели. Давайте сразу будем стремиться к 10 тысячам подписчиков. Поехали. Ну, что, ставим на линию. В общем, первая заявка. Через 600 метров поверните направо. На заправке поверните направо. Свернул не туда. Через 600 метров получилось, блин. Получается 2 километра. Да, монтировать тоже будет труднее с таким этими. Сейчас попытаемся развернуться не так, как он показывает. Развернуться на светофор. Я вчера вот ездил, другу помогал здесь. Железнодорожная станция недалеко. Соединение устанавливается. Где находитесь? Здравствуйте. Со стороны леса здесь шлагбаум вроде, или там надо около заправки проехать? Со стороны леса, заправка, какая заправка. Со стороны леса, 4 дом, правильно? Вы в конец утрулись, там шлагбаум, въезд в паркинг. Да, 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 да. Вот навигатор показывает, что вы даже с места не тронулись. Не, 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 я у шлагбаума, а он закрыт, оранжевый шлагбаум такой. А как вы? В какой дом? Игорь Мирушкин, 4. В 0,50 дома приехали. Это в 12, как потом он дальше. Ну, давай сейчас попробую объехать. Ну, по-моему, здесь я подъехал. Сейчас я подъеду. Где-то на конечном, можете сказать? Вот фитнес-клуб Грин здесь есть. Поверните нам. Ребята, как хорошо в Нижнем Новгороде, все знаешь. Здесь, блин, куда-чего. В общем, 5 километров 151 рубль. А здание на месте 7 рублей 0,1 минута почему же. Да. 120 рублей один заказ и сколько комиссий-то взяли. Так, следующий принимаем. 3 километра подачи, но надо работать. 5 километров. Поехали. Так, мне надо куда-то назад. Давайте пробуем развернуться. Попробуем развернуться. Да, здесь, конечно, не знаете, там совершенно другое. Ну, ничего. Успеет перестроиться. Нет навигатора. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ребят, 183 рубля. Тут не посмотрел я, сколько ехал. Хорошо мужик, разговорчивый. Подсказал навигатор. То ли он адрес не такой ввел. Навигатор, короче, привел совершенно не туда, куда надо. Два заказа 264 рубля. То есть комиссия вычитает нещадно. Посмотрим, что с бонусами у нас. Бонусы со среды, что ли. А завтрашний от 100 до 450 рублей. Есть что-то, не показывает ничего. Так, чё-то ночью, адрес пришел Москва, там чё-то туда-сюда. Я в Красногорске сейчас покажу. Короче, наверное, в Митина, скорее всего. Потому что Красногорск, это не Москва, а Митина. Здесь недалеко, это уже считается Москва. Чё-то надо только остановить, а шашку прикрепить. А то, блин, ещё на штраф наличу. Так, шашку поставил. До точки 3 километра. Едем, ребята, потихонечку, чё. Сейчас пришло сообщение, пассажир изменил конечный адрес. Я не знаю, для чего это делать, чтобы видеть, что ли, куда едешь. Или хрен его знает, в общем. Едем. Ну что, третий заказ, ставим на месте. Володской переулок, 13, корпус 2, подъезд 6. Я у какого-то подъезда. Вы приехали. Первый, где точка, втором подъезда, в общем. Москва, Митинская улица, 36. Давайте посмотрим. Паршот построен. Два километра всего ехать. Так, 140 рублей два километра доехал. Какой-то бонус 25. Да, в пустых пробегах здесь, тем более на бензине, ездить очень не хочется. По нижнему-то я спокойно ехал на газу, ловил заявки, как говорится. Куда сейчас ехать я тоже ума не приложу. В какую сторону? Может, надо было здесь встать и подождать, пока во дворах. Поедем вот за этой машиной Яндекс.Такси. Три заказа, 346 рублей. Так, ребята, приехал я в Зеленоград. 765 рублей. 750 он дал, ну ладно, керхнем. Сейчас спрошу. Так, итого четыре заказа 1141. Давайте посмотрим метро ближайшее. Не может, говори, давай до ближайшего метро доедем, чтобы подешевле было. Так, Алиса, где-то тут ближайшее метро. Так, Микинина, что ли, получается. Давайте посмотрим. Я открою Яндекс сейчас. Этот какого. Так, всем. Ближайшее метро показывает Микини, так же, Микинина. Что мы там под двигателем? Все удачно, да? У меня все нормально, да. Показал Микинина ближайшее. Сейчас я пытаюсь посмотреть. Да ты что, давай, речной смотри. Я просто Алису спросил. Ага. Здесь до речного вокзала вообще, говорит, ему доехать в 10 минут. А кто бы за ним? Ну, в общем, не так же. Подольше сейчас. Так, речной вокзал ближе, да? Конечно, конечно. А Зеленоград там речной, ближайший метро. Ага, ага. И смотри. На 15 рублей больше, конечно, было. Ну что, на 300 что ж? Погнали, 350, да, погнали. 300, да? Да, мне нравится, да. Да, погнали, ага. Нормальненько все, нормально. Тебе заработать. Сколько там по времени показывает? Сейчас покажу. Ага. Метро, речный вокзал. Сейчас мы еще. Ну, там, я думал. Пошел подстроить. Что, 32 километра, что ли? Подожди, да. Может, это не то? Не, а может быть то, может быть то. Ну, и с чем? А что это здесь так дешево все-то показывать? Может, ну-ка. Метро, речной вокзал. А вот здесь близко походишь. Да это тоже, кажется, не тот адрес, наверное, потому что не можешь быть. Или потому что здесь Подмосковье. 23 километра, поверь. Это как мы и проехали сейчас, да? Прямо 3 километра. Ага. Тебе, это так дешево стоит, что ли? Ну, правильно, на около Химок речной вокзал, чтобы мимо... Да, да, да. Долгоопробного? Через 200 метров на светофор... А давай сейчас кому-то я сейчас будет. Как будто я забиваю эту хуйню, как ее. Кому-то вызывают, да? Может, так и стоит здесь. Ну, сейчас так все посмотрим. Да, посмотреть на всякий случай. Ну, если так... Я включил. Если так, 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 как бы, что, мне все равно туда ехать? Конечно, конечно, все равно в центр ехать. Так, 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 так. Яндекс.Ти, допустим. Допустим, Яндекс.Ти. Все посмотрим. Так оно и есть. Может, так цену различается из Москвы, такая цена. Ну, смотри, если что, давай поехали тогда 3050 тебе устраивать. Метри 56. Давай, давай, давай. Все, давай, сразу туда ехать, на, мы тебе там уже будут там заказывать более. Ну, да, потому что я тут все зависну. Да, тут, ребята, в общем, цены 20 километров туда 750 рублей. Там, я уж не стал 15, 15 рублей там, вон. А обратно вроде 350, тут дает 300. И потом что-то едем, разговариваем. Я ему говорю, так 765 было. О, блядь, я говорит, и тут, и тут срезал. В общем, сотку накинуло. Того получилось, что я потратил, не знаю, сколько времени. Так, 30. Ну, в общем, сейчас 20, пускай. 750 и 350. 1100. 1100 рублей. Так, сейчас у меня одно деление по бензину. Я, по-моему, тут коврин, то ли метро, то ли где, или хер его знает. Мне надо искать заправку, но таксометры сейчас у меня скажу сколько. То есть 300 было без заявки. 350. 1141. 4 заказа. Все ездит. Торговый центр Ховрино. Вон, метро тоже Ховрино, что ли, я вам говорил. Короче, заправку набрал по Алисе. 25,5 километров. Потому что Кирова, где она знает, одно деление. Я уже на лампу чуть проехал много. Заправился на 1000 рублей. В итоге. Все, что я сейчас ездил, это было два деления. Оставался бензин в машине. Заправил 23 литра по 42,60. Сейчас попробую скинуть, разберусь, на сколько хватит километров. Кстати, кстати, надо расход записать. Программку свою. Заодно узнаем, какой расход действительно соответствует у компьютера или нет. Здесь показываю, сейчас скажу сколько. Поставил в центр Москвы навигатор. Тут взад дал заявку. Что-то как-то развернулся. Программка-то пока мало. Время 2 часа дня. Через 500 метров. Еще раз развернулся. На торговом центре что ли надо? В общем, я что-то не понимаю. Будем искать сейчас. Еще раз повторюсь. Ехал в центр. 162 рубля. 200 для водителя. Бонус 38 рублей. Так, итог. Так, а почему мне меньше стало? А, наверное, сняли комиссию. Было уже 1100. В общем, тут не буду долго вас отвлекать. 5 заказов 1062 рубля. Пришел следующий заказ. 2,5 километра. Но я развернулся быстренько. В общем, 800 метров. Ребята, очередной заказ. Совершаем. Цена для водителя 200 рублей. Видать, заказ будет оплачен картой. Немалка 200. Поставьте нам оценку. Такие тут повороты. Сейчас, блин, охренел тут. С одного ряда в другой. Тут перед автобусом. Короче. 1223. 136 заказов. Не знаю, можно тут вставать или нет. Надо встать, перекурить. Выйти в машине не буду курить. Салон не курящий такой. Так. 1223. 3 заказа. 89 километров. Ну, короче. Пока получается похоже, как в нижнем. Да? Я уже при предполаге. Комментарий будет. Ты там не смог, и тут не сможешь. А, ну еще 350 рублей. Мне считай, и так я без Яндекса заработал. То есть, получается 1570 90 километров. В общем, оказалось, что заявка сзади, а разворачивается до нее полтора километра. Поедем. Посмотрим, дождется кто или нет. Наверное, опять минималка. В общем, здание у меня не показал. Показал точку на дороге. Где этот дом? Первого знает. Конечно, сложно. Адмирал Макарова 6, строение 13. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен. 200 рублей. Бонус 4 рубля. Блять, куда тут ехать-то? Ехали, бабай. Что-то все задом куда-то сдают. Сейчас, ребята, скажу что-нибудь. В общем, ехал чувак. И говорит, что попал в долларовую ипотеку. Еле выплатил за квартиру. Ну, ехали. Блять, куда ехали. Надо, говорит, другую покупать. Она 21 миллион стоит. У него платеж был по 120 тысяч. В месяц. Где, говорит, мне взять 21 миллион? Епта. Мне бы где-нибудь 100 тысяч взять. Я вообще бы уехал бы в деревню жить. Какой-то 21 миллион. Так, 7 заказов 1377 рублей. Время у нас 3 часа. То есть я где-то работаю 4 часа, получается. За 4 часа 1370 рублей. 7 заказов. В общем, это, грубо говоря, только аренда. Тысячу я еще заправился. Бензина. Никто не отвечает. Где-то здесь показывают у перекрестка, значит, никого не вижу. 200 рублей. Опять минималочка по Москве. 1528 заказов. Едем дальше. Без паренька. У него отец какой-то политик. Уехал из страны 10 лет назад. Он тоже скоро уезжает в Европу. Так, куда ехать, не знаю, ребят. Где я, не знаю. Но работаем по принципу, чтобы выжить, как говорится. Я его так назвал. То есть катаем все подряд, чтобы будет попадаться. 1528 заказов. По крайней мере, аренду я отбил. На тысячу у меня еще заправленного топлива. То есть оно еще не кончилось. Как бы это можно сказать, положение, да, в будущем поездке. Поеду пока прямо там. А там не знаю куда. Может, сейчас Москва-центр наберут. Честно, не знаю. Хотя на бензине их просто ехать, ловить. Это не вариант. Надо где-то остановиться. Хотя бы около жилых кварталов. Что тут? Кронштадтский бульвар. Вот где я еду, ребят. В общем, тут смысл такой же, что надо ловить бонусы. Даже вот в том же Красногорске, мне говорили, с утра любая поездка 500 рублей. Хотя написано от 100 до 470, что ли. Надо будет посмотреть утром выехать. Сегодня во сколько я в 11 выехал всего лишь. Пока 8 заказов 1520. То есть и то из-за того, что один заказ был 750 рублей. Так вообще, наверное, не знаю. 200 минус комиссия. Так что у нас в Нижнем Новгороде хотя бы есть гарантированный доход. Здесь такой кнопки нету. То есть, возможно, с обклейкой и с лицензией выгони работать у нас. Делать в трате гарантированные 20 заказов. Ничего сказать не могу, ребят. Но надо было съездить, надо было снять, надо поработать, надо посмотреть. Еще не вечер. Посмотрим, что за цены будут вечером. Куда заведет Яндекс.Рулетка. Приехал на Малую Грузинскую. 310 рублей. Перевели на карту. Ожидание на месте 5 рублей. Пока она меня искала. Все бы хорошо. Так, 1835.9 заказов. Блин, а тысячу-то я заправился. У меня на балансе-то всего лишь, всего лишь 598. То есть мне надо сейчас тысячу-то у меня налички нету до аренды-то или своими добивать. Короче, ехали всю дорогу. 12 километров. Цена была 100... 100 что-то там 30 рублей. Я и ехал, думаю, нифига себе. 477 рублей довез. В отель. Короче, значиму даю. Ну, считает, считает. Китайцы, японцы, хернет. Китайцы, наверное. Окей, говорит. Ну, еле пятихатку ему насчитал. Блин, на заправку все истратил. Он говорит, инвойс мне, говорит. Инвойс. Я, короче, понимаю, что такое инвойс. Но думаю бы, эти где я твой инвойс возьму? Тикет, тикет. Короче, ему БСОшка нужна. Я сегодня еще спрашивал у этого. В аренду брал. Говорю, дай БСОшке. Он тикет? Напиши мне, типа. Я говорю. No, don't have. Он. Don't. Думал, бля, и что сейчас уже уже довез? Короче, ночи в Сочи. Как Вазимут, Вазимут. Я приехал. Я уже ехал в сторону Красногорска, где общага. Куда сейчас ехать? Керва узнает. Я, похоже, тут где-то в центре, там башня была Останкинская, видна. Короче, две, сто пять, десять заказов. Ну, это что такое? Если даже пятихатку я истратил на топливо, полторашка аренда. Все пипикают сразу. Велосипедисты даже ездят. Ефта откуда вы взялись тут? Короче, смысл в том, что мне еще, чтобы за аренду отдать, наличку надо еще рублей пятьсот. Накатать, ну, и пожрать на еду, чтобы что было. В общем, я аж заикаться стал, не знаю, куда еду. Пробок пока нету. Время полпятого. На линии я пять часов шесть почти. В общем, с Азимута я даже не знаю, в какую сторону двигаться. Но почему мне сначала сумму показал, может, по километражу считал? Я думал, нифига себе, 12 километров за 140 рублей еду. Короче, пришел заказ совсем недалеко с маленькой собачкой. Где тут, где? Мы приехали. Кера его знает. С какой маленькой собачкой? Так, пишем на месте. Я не знаю. С Трифоновской улицей почему-то был конечный адрес указан. Не знаю, почему. Может, потому что с собачкой. Давайте посмотрим. С маленькой собачкой породы мов. С Трифоновской переулки. Что подстроим? Один километр. Что впереди? Камера, что ли? Господи. Один километр ехать с собачкой? Ну, ребята, это же скач. В общем, короче. Лишь бы какая-нибудь не камера тут стояла. Опасы наличными. Родово-Давыдовский перевод. Я, конечно, удивляюсь, что... Ну, это, конечно, тариф экономный. Но мелочи мне ищут. Причем в меньшую сторону. Ну, как-то почему-то я ожидал совсем другого. Девушка сейчас завез. Там, слушайте, 9, 150-то есть. Там, кое-как нашла. Я говорю, ладно, не надо. Ну, хотя мужик ехал, говорит. Так, говорит, там не срезал, тут урезал. Сотку оставил. Ну, плюс на минус. Так, и выходит. Так, в итоге, 2250-11 за заказом. Пробег 145 километров по Москве. Бензина, полбака. Сжег одно деление то, что было. Куда сейчас ехать? Хоть бы заказ выпал, что ли, азоток. Едешь-то не знаю куда. Ну, давайте подстрелки направо. Ну, давайте подстрелим. 2250 это что? Это аренда, в принципе, только и топливо, я так думаю. Ну, чтобы на завтра осталось. То есть, надо бы, чтобы что-то еще, я уж не говорю, в карман положить. Хотя бы что-то на еду заработать там. Ну, в общем, как вы поняли, 2250 это только для Нижнего Новгорода. И если у тебя своя машина нормальная, для Москвы тут цифра 6 должна быть. А собирая такую мелочь, тоже, как говорится, как и в Нижнем, это неправильно работать. Надо брать коэффициенты. Коэффициентов сегодня не предвиделось. Давайте направо, что ли, вернем. В общем, едем дальше. Даже не знаю, в какую сторону ехать. Наберу опять Красногород. Засниму кусочек Москвы. Мало ли потом в монтаже пригодится. Ну, в общем, стоит или не ехать в Москву или нет. Хотите заработать, наверное, стоит. Опять же, какие деньги, каким трудом. Ну, в Москве, конечно, движуха. Все куда-то едут, всем что-то надо. Дал, короче, заказ, он где-то от меня справа, получается, если все объезжать, 8 километров. Ну, это жесть, конечно. Надо отказываться, или, может, от меня. Навигатор-то оказался молодец. Ну, да. Как я его понимаю, он нас провел по местам, где не было пробок. Наверное, да. То есть, быстрее, скорее всего, доехали. Ну, конечно, тут я чуть-чуть думал, что заблудились. Заставил вас повилять. Да, но, ну, это... Я понял, вы почти не останавливались. Да, да, да. Так, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. До хорошего. До свидания. Ребят, 281 рубль. Блин, эконом, он, похоже, везде эконом. Дядька, читал, читал. Эти деньги. В общем, 2, 450, 12 заказов. Блин, я вообще не знаю, в какую сторону ехать. Что, давайте Москва-центр напишем. И зачем в этот центр ехать, я не знаю. Так. Субтитры подогнал «Симон»